Будьте осторожны со спрашиванием советов у подруг, у родственников, потому что это медвежья услуга. Вы не знаете, что рулит сейчас этим человеком и в его отношениях, что рулит, да? Возможно, человек расстроен, возможно, он озлоблен, в частности, женщина, может быть, это ваша подруга, ваша сестра, неважно кто. И она, допустим, поругалась со своим мужем, и ее совет будет крайне негативным, потому что скажут, ты знаешь, они все такие, нечего на них надеяться, или ничего, они не нужны, лучше без них. И это будет на вас влиять энергетически, потому что в этой подаче есть тоже смысловая нагрузка, потому что вы как бы проникаетесь в уязвимый, вам нужен совет. Я вот не случайно часто на консультации задавала такой вопрос. Вот смотрите, мне, например, звонит некая женщина и говорит, вы знаете, у меня такая сложная ситуация, я не знаю, уходить мне или нет из отношений, уходить мне из семьи или нет. И я всегда говорю, я даже не спрашиваю, что за ситуация. Я сразу говорю, нет, не уходить. Почему? Наверняка вам уже это ясно, а если нет, я поясню, что человек, который спрашивает, у него нет решения. Он еще не хочет уходить, он хочет услышать, что уходить не надо. То есть он звонит или приходит, спрашивает именно за этим, потому что тот, кто хочет идти, он уже ушел, он уже не спрашивает. Поэтому смотрите, в момент спрашивания вы очень уязвимы. Или, например, наоборот, человек, который напугался какого-то одиночества, говорит, ты что, ты что, ты держись за него, да мало ли другого не найдешь. И это тоже медвежья услуга. То есть пробуйте сначала стать другом, советчиком самому себе, но только вслух. Сразу скажу, что это диаметрально по телоположной ипостаси думать о чем-то или говорить вслух, потому что голос ближе к дыханию, ближе, чем к дыханию. Дальше дыхание истины нет, истина ближе, чем к дыханию. То есть, соответственно, голос, истинное дыхание – это односвязка, голос – это проводник. Это проводник вас к сути себя. Говорите вслух. Мысли – это игра ментала. Мысли – это ипостась личности. И она всегда будет негативить, она всегда будет крутить по кругу всего, что касается такого деструктивного. Не нравится, не понимает, не получается, все бесполезно, не с моим счастьем, не судьба, не дано и так далее. Вот это все личность, это все ментал, и оно всегда будет вам подтверждать. То есть, больше и больше фокусируйтесь на своей опоре, опоре себя в себе, потому что там все ответы. Я уверяю вас, что никогда человек не обделен сутью себя, не обделен боговостью, не обделен сознанием бытия. Просто он его не распознает. Через голос вы начнете это слышать больше. Да, сначала будет, может быть, трудно, сначала будет какая-то психологическая преграда, как будто, знаете, как вот те, кто начинает учить иностранные языки, они тоже с этим сталкиваются. То есть, первые моменты, когда ты начинаешь говорить, как будто язык тебя не слушается, мысли рассыпаются куда-то, разбегаются, и как будто все не сонастроено. Но это только вопрос времени. Продолжение следует...